О чем будет презентация? В двух словах. То есть мы все сталкиваемся, да, конференция посвящена тестированию программного обеспечения, все хорошо, все замечательно. Что меняется в жизни верификатора и вообще на что рассчитывать, если он идет в технологии, которая связана с большими данными, с хадупом в частности. То есть на что обратить внимание. Предполагается, называется, мы сегодня будем чистить слона. Ну, слоны действительно бывают большими. Все, я думаю, что никого нет смысла ждать 59 минут. Окей, что такое хадуп? В трех слайдах. Хадуп – это возможность программным способом сделать из вот такого дата-центра один компьютер. Причем, действительно, я повторяю, программным способом. То есть вот это вот все может быть один компьютер. Сейчас эту инфраструктуру активно дорабатывают, к ней привенчивают куча-куча всяких функциональных возможностей, надежности и так далее. Но по существу у вас получается вот, может быть, такая картинка управляться просто вот, выглядеть для вас как одна вычислительная мощность. Ну, по-другому это можно нарисовать вот так. Вот у вас есть набор таких консервных банок. Каждая консервная банка, она, грубо говоря, может быть помечена лейблой Big Data. В этой Big Data на самом деле ничего нету. По существу там винт и процессор под винтом и память подразумевается и все что угодно. Big Data, вот что-то. И вот этих вот банок у вас очень много. Вот это Hadoop. И они все управляются программно. Ну, так вот основные три свойства, если перечислить, то почему, почему, почему такое же этаж вокруг Hadoop? Во-первых, потому что это Apache. То есть это Open Source, Open Source. Он весь бесплатный, он весь доступный. Это Apache. Инфраструктура, я повторяю, программная. То есть это Java. Это вполне вменяемая еще сложность. Это не какой-то там Assembler, там Telecom, вот с такими наворотами. Это все-таки Java. Там есть сложность, но для программиста она не так уж и видна. Это распределенное решение. То есть это распределенная файловая система, это распределенный процессор, обработка каких-то. И вся ее распределенность, она сделана за счет программных средств, не за счет аппаратных. Там не нужно рейдов, там не нужно чего-то жутко дорогого. Это Hadoop. Это программа. То есть вы из дешевых десктопных компьютеров можете набрать кластер. Упрощенно. И самое главное свойство Hadoop, почему все так плохо с ним и все так хорошо одновременно? Потому что вот если у вас есть один слоник, рядом вы ставите другого слоника, и эти слоники тянут вместе в два раза больше веса. Или там, допустим, вот представьте себе, сидит у вас один кот, рядом вы садите другого кота, и они в два раза ловят в два раза больше мальшей. Вот как это обеспечить? Да никак. Вот Hadoop позволяет такое сделать в плане кластерных систем, причем относительно легко и опять же программным способом. Вот это три основных свойства Hadoop. То есть он открытый, настежь открытый, он постоянно, он очень быстро изменяется. Он весь построен на программных средствах. Не нужно дорогого оборудования. Именно поэтому он экономит кучу денег, и он горизонтально масштабирован, говорят. Вот это вот горизонтально масштабирование слоников можно доставлять просто. И мощность кластера будет повышаться. Не надо изобретать. Если вы, понимаете, вот стоит сервер, вы захотели от него два раза больше производительности. Он не будет стоить в два раза дороже, он будет стоить в тысячу раз дороже. Вот с Hadoop не так. В два раза больше мощности, в два раза больше толку. Но есть проблема. Вот смотрите, вот все пытаются, когда вам пытаются продать, особенно интеграторы, решения на Hadoop, они вам показывают вот такого вот зверя. Они показывают, вот сейчас вы внедрите у себя в организации Hadoop, и вы побежите, полетите, не знаю, на этом слоне. Вот все сразу, вот только увидели слона, и все, вы его ссылали, он понес все у вас. Не будет этого. Вот этого не будет. Будет примерно вот так. Ну, хорошо, если оно живое. Если оно маленькое, неуклюжее, никакое, это ладно, хорошо, если оно живое. Вот это важно понять. Видите эту разницу? Вот это вам рисуют, а вот это у вас будет, когда вы его начнете внедрять в организации. Что делать? Ну, это мы, и это слайд, посвященный тому, почему мы здесь, почему мы, как говорится, об этом рассказываем. Вот это наш, грубо говоря, технологический стэк. То есть HDFS, как файловая система, сверху Yarn, Spark и MapReduce, как движки обработки распределенных работ, сверху HBase, как уровень базы данных, Hive, туда еще Kafka вдвигается постепенно, Lily для индексирования и так далее. В конце концов, там сверху HealthCare как предметная область. В чем смысл? Почему так сложно? Потому что Hadoop, он вот всегда как какой-то конструктор, его надо всегда собирать. Потом, вот все вот, все весят, я буквально завтра, я его уже выложу вот эти слайды на слайдшире, всегда можно будет посмотреть, посмотрите этот стэк, тут будет много всяких сложных слайдов, это все будет. Ну, вот приблизительно почему. Вот это мы выросли, вот сюда вот мы его дорастили, у нас он уже начинает, вот мы заставим себе вот эту задачу. Окей. Что это практически значит? Ну, где-то так несколько миллиардов объектов мы переворачиваем в день. Несколько десятков миллионов пациентов, это медицинские данные, это то, чем мы занимаемся. Это big data. Это уже где-то вот, когда спрашивают, big data, не big data. Это уже мы можем сказать, что это все-таки big data. Зачем мы сегодня, в принципе, собрались? Полите. Что мы можем рассказать? Самое главное, есть страхи, есть реальность по поводу качества ходуба. Обычно, когда люди говорят о ходубе, они говорят, ой, какая классная инфраструктура, как ее тестировать, что с качеством делать, как ее верифицировать, что меняется. Особенно тестеры, кто первые дни с ходубом сталкиваются, для них мир меняется. Почему? Потому что это совсем другая технология, совсем другой подход. Опять же, что вам рисуют, когда вы принимаете решение о том, что вот архитектор пришел, сказал, какая классная вещь, офигенный новый проект, мы будем его строить на ходубе. Что ему нарисовали? Ему нарисовали, смотрите, там где-то есть ядро open source, там оно, конечно, сложное, но это ничего. У нас есть такая вот инфраструктура, вот такая, вот такая, вот такая, вот такая. Смотрите, сколько тут ядра и сколько на рисунке инфраструктуры. И вот эта вся инфраструктура, она замечательная, мы ее сделали, и ваше приложение, вот этот домик, она будет пользоваться этой инфраструктурой, а то ядро, ну, вообще там, маленькое. И вам так рисует картинку любой интегратор, который вам продает решение. На самом деле, когда вы начинаете о нем пользоваться, вот этот реверс, это самая важная вещь. Когда вам продают, вам рисуют вот так. Когда вы покупаете и начинаете использовать, вы видите вот так. Эта инфраструктура, конечно, хорошо, но сзади, дальше, совершенно непонятная какая-то фигня. Но это страхи. А вот это реальность. Реальность заключается в том, что когда у вас много действительно больших данных, у вас обычно нет бэкапов. Просто потому, что некуда или не успеваем. Вот это как тестеры вы должны учитывать. То есть сосредоточьтесь в плане тестовой стратегии на то, чтобы бэкапы вам не понадобились. У вас их не будет. Вот это реальность. Файлы, которые будут у вас, они будут не очень-то и связаны с кодом. Они будут связаны в основном с инфраструктурой, с тем, что у вас там что-то глобально пошло не так. Бесполезно тестировать A плюс B равно C. Нужно смотреть на инфраструктуру. Тестироваться придется, больше половины тестирования будет связано с верификацией окружения. Самое сложное в Хадупе то, что его кластерная инфраструктура, то есть вот кластерность этого решения, распределенность, она предполагает, что как только вы сталкиваетесь с Хадупом, вам никто не говорит, что файлы оборудования в Хадупе это нормальное явление. Если у вас кластер стоит на 10 тысяч нод, это вот конкретный пример, компания Amamo и Buy, у них там несколько тысяч нод кластер, так вот у них практически ноды летят каждый день. Это нормально. Выход из строя оборудования становится нормальным явлением. не каким-то там дизастер-рекавери и так далее, а это просто каждодневный процесс. Если вы не учтете это в своих тестовых стратегиях, ну как бы ваши проблемы. Еще одна проблема тестирования глобальная. Смотрите, вам вроде как вы подряжались тестировать Хадуп, но есть проблема в том, что я не видел практически решений, которые построены на чистом Хадупе. Обычно там куча еще зверья. Вот здесь вот я нарисовал, ну, Тез, это одно, Хайв и так далее. Тумкет, кстати, дорогой и любимый. Он никуда не делся, он там где-то у вас будет присутствовать в решениях. Жираф, графовая база данных, ПИГ, аналитический, в принципе, движок. Ну, так, своеобразная такая зверушка. Вот, зоокипер, вот, нарисован, он там потеряется на самом деле. Его там вы даже видеть не будете, как правило. Ну, презентация будет доступна. То есть проблема в чем, что вы будете стараться что-то делать со слоном, а у вас будет совсем не слон, а вот такое вот сборное животное. И в плане тестирования вам придется хотя бы минимально все это освоить. то есть, да, есть такая сложность. Итого, фактически любое и разработка, и тестирование, бигдейт, и в частности, ходу, это не вопрос данных, их наличия. Это не вопрос наличия железа. Это вопрос вашего умения все это как-то связать. Об этом надо постоянно помнить. Первый вопрос, который у вас всерьез возникает. Что делать с инфраструктурой верификации? Вообще, строить или нет? Ну, понимаете, есть такое высказывание. Самая большая ошибка в бигдейте это отсутствие данных. Когда у вас нет данных, все остальное не важно. То же самое с инфраструктурой тестирования. Если у вас нету инфраструктуры тестирования, что вы будете дальше делать? Вам придется ее построить. То есть, в данном случае вы не обойдетесь просто своим десктопом. Тут ничего не сделаешь. Проблема. Когда вы начинаете строить какую-то выделенную инфраструктурную единицу, компоненту, еще что-то там, не знаю, там кластер, сервера и так далее, возникает вопрос, кто будет этим пользоваться и кто будет за этим ухаживать. Это как за общей девушкой. Есть простое правило, кто девушку танцует, кто ее кормит, тот и танцует. Вот так вот она звучит. То есть, кто ухаживает за сервером, тот и пользуется, кто пользуется, тот и ухаживает. Не всегда это возможно, но вам придется как минимум это учитывать. То есть, как только вы строите систему верификации, вам нужно сразу думать, кто будет этим заниматься. То есть, либо выделенные админы, либо люди в командах, либо еще что-то. Но общую девушку придется кому-то кормить. По времени разделение. Применяют вот такое разделение, чтобы народ не грызся за ресурсы тестового кластера. А давайте так, с часу до двух, один, с двух до трех, другой, с трех до четырех, третий и так далее. По командам как-то делятся. Знаете, в чем проблема? С одной стороны, кластер будет вечно гулять, потому что одна команда, если закончила, вторая еще не забрала. Гуляем. С другой стороны, все равно будут налезать друг на друга. Я против разделения по времени, честно. Но это вариант. Просто учитывайте, что да, у вас будет с одной стороны недогруз, с другой стороны перегруз. По времени, я бы сказал, что не работает это разделение. Дальше. Если вы построили multi-node, то есть на нескольких физических компьютерах кластер, для верификации у вас проблема. Какого рода проблема? Если у вас что-то пошло не так, вы не знаете, на какой ноде, вы начинаете бегать по куче логов. То есть, постарайтесь уменьшить количество тестовых нод. Чем больше нод, тем больше бардака. Будете вы строить, не стройте больших тестовых кластеров. Постарайтесь так, пусть они будут помощнее, но их будет меньше. Бардака будет меньше и расследование каких-то сбоев будет вам даваться гораздо дешевле. Что вы можете сделать как опции? Из физических кластеров, да, это по-любому стоит денег. Сразу озвучу цифру. Вот 4 ноды запихиваются вот в такой коробок. Их по рынку гуляет просто полным-полно. И стоит такая радость где-то 4-5 тысяч долларов, ну, когда больше, когда меньше, в зависимости от начинки. Но приблизительно вы получите что там? 48, 32, 64, может быть 96 гиг памяти. Но обычно речь идет о 48, я бы сказал. Иногда 64, если вы внимательно подумали. Обычно это какой-нибудь 2 по 6 ядер процессор, немножко устаревший. Вам, смотрите, вам для построения серверной инфраструктуры нужно минимум 3 ноды рабочих, ну и так хотя бы одна координирующая. И вот такой сервер как раз хорошо влезает. Проблема в чем? Если вы что-то берете больше, существенно, оно получается вам гораздо дороже. Если вы что-то берете чуть дешевле, оно получится вам уже гораздо хуже. Но поймите одну простую вещь, когда-то у вас будут проблемы с памятью, вам еще захочется ее больше, сразу планируйте и на дорогих каких-то там винтах и так далее. Вот на этом вы можете сэкономить. Это по физической инфраструктуре, что можно сказать сразу. Все слайды, еще раз говорю, не пытайтесь все там записать, запомнить и так далее. Цифры будут все доступны, слайды будут на слайдшере. Насчет виртуальных кластеров Hadoop. Ой, я их не люблю, честно. Почему я их не люблю? Я вот говорю, это не совсем реальный слон. Он вроде как есть, а его вроде как нет. Смотрите, если у вас уже и продакшн на виртуальном кластере будет, где-то в Амазоне, еще где-то, проблем нет, вы уже в это влезли. Слава богу, я вас поздравляю. Вот там вот видите, вот parental advisory стоит. Он не просто так стоит. Мата с инфраструктурой всегда много. Это так я оставил, брат, чтобы напомнить. С виртуальной инфраструктурой всегда много нехороших высказываний. Почему? Если это ваш виртуальный кластер, это уже почти физический кластер, и стоимость будет такая же. Если это еще кто-то в виртуальном кластере, вот не хватило вам ресурсов, вы даже можете не узнать об этом. у вас их сожрали. Расследование? Ну, расследуйте. Ну, все усложняется. Публичные клауды, вот Amazon, отлично, деньги вроде как, ну, вроде как, ну, вроде как небольшие. Но когда вы начнете им пользоваться всерьез, во-первых, то, что действительно имеет гарантию, то там стоит больших денег. То, что стоит маленьких денег, не имеет никаких гарантий. там, сколько вам процессорного времени отдадут, сколько памяти, это не гарантировано ничего. Поэтому я принципиально, в общем, против виртуальных окружений. Но, если у вас все равно продакшн такой, почему нет? Ну, и просто, чтобы начать, понимаете, сразу выкинь, там, пять тысяч долларов на кластер, ну, хорошо, если компания большая, может позволить себе просто выкинуть пять тысяч долларов, а компания маленькая, что ей делать? Поэтому, для старта, это адекватный вариант. Но, смотрите, и вообще, вся эта презентация, вот тут вот предупреждение, сабжектив. То есть, это наш опыт, это наши выводы, на основании наших, никакой теории, здесь, здесь я вообще теорию не гляжу. Это все только опытным путем. Поэтому у вас может быть все по-другому. Окей, что мы сделали? Мы сделали очень просто. Мы построили вот такую вот инфраструктуру. На чем она основана? Есть, вот там вот в самом ходу, и компоненты, они мавыновские, которыми ходу, тестирует собственным, как бы собственный код, и HBs тестирует собственный код. HBs это, соответственно, база, которую мы используем поверх ходу. Так вот мы взяли, вот мы проходим, соответственно, мавыном, юнит-тесты, мы проходим мавыном интеграционные тесты. Для интеграционных тестов мы берем специально слинкованные компоненты мини-кластер, хадуповский, ну, мини-кластер зоокипера, мини-кластер HBase. Эти компоненты, если вы откроете, почитаете, соответственно, Apache Hadoop, мини-кластер Яриками, я настоятельно рекомендую автоматические тесты поднимать на мини-кластерах. Это окружение поднимается 10 секунд. 10 секунд, чтобы развернуть полноценную иллюзию кластера. Это можно делать прямо у себя на десктопе. Как унести кластер на десктоп? Вот так. Слайд будет доступен со всеми, как говорится, марками. Важно, что это мавын, он может быть прямо поднят во время ваших интеграционных или даже юнит-тестов. 10 секунд для юнит-тестов наверное многовато. Я предпочитаю более короткие. Я предпочитаю, чтобы все юнит-тесты проходили за 10 секунд. А тут только окружение будет подниматься. Но для интеграционных вполне. Таких. Для первой ладии интеграционных. Все тесты в рамках нашего core компонента big data укладываются в 10 минут. Благодаря вот такому подходу. Это не значит, что у нас нет физического кластера для тестирования. Но это значит, что девелопер, когда он работает у себя, он может пройти вот все вот это вот так. Мы подумали о другом. Мы подумали, что для девелопера вообще классно бы иметь свой кластер. В чем проблема? Вот предлагаются всякие валгриды и так далее. Вот эти вот все виртуальные машины. Знаете, в чем проблема? Вы хотите свою инфраструктуру, а не чужую. Вы хотите, чтобы там были ваши компоненты какие-то специфические. Когда вы начинаете это все докидывать до стандартных решений, к стандартным решениям на виртуальных машинах, у вас проблема. Вы начинаете это саппортить. Это дорого. Это реально дорого. Поэтому мини-кластера. Что мы сделали на основе вот этого нашего мини-кластера для автоматического тестирования? Мы взяли вот такой вот кластер, который как сервис стартует, останавливается. У него есть скрипт стоп, у него есть скрипт старт. Стартовали, поднялся как бы кластер на одну ноду. Главное, никаких виртуальных машин. Это все поднимается прямо в вашей памяти. То есть мы не платим за эту виртуальную машину. Там гигабайты памяти умирают. Вы каждому девелоперу хотите 32 гига поставить, там в принципе и на 8 оно как-то ворочается. Но на самом деле у нас есть жесткая рекомендация девелоперами иметь 16, кто работает с big data. Потому что вот эта зверушка все-таки гига 3 отъедает. Два минимум, но практически побольше чуть-чуть. Смотрите, одновременно с этим мини-кластером. Вот этот мини-кластер стартует весь в одной GVM-ке. Он стартует на статических портах. То есть он почти как реальный. Он и есть реальный кластер, просто в одну ноду. И если вам нужно прицепиться дебаггером к вашему аппликейшену, смотрите, вот здесь все крутится вообще, вот эти все тесты в одной GVM-ке, в одной машине. То есть дебаггер можно прицепить. Вот есть методики тестирования там Surefire прицепления дебаггера к Surefire к Маминовскому. Это все можно сделать прямо вот здесь вот в мини-кластере. Вот здесь тоже все это можно сделать. Просто если когда вы будете разрабатывать или тесты или программное обеспечение, ну, мало ли что, automation, тем более, что активно принимают участие в процессе разработки, вы можете вот эти вот Hadoopma Produce и Spark запустить как локальные обработчики. И эти локальные обработчики, они будут работать в той же GVM-ке, что и ваш код. Соответственно, любой дебаггер туда цепляется. Очень часто любой профайл туда цепляется. Вам не нужно какие-то сверхсложные решения для отладки производительности. Вам не нужно снимать метрики каким-то странным способом. Вот здесь в автоматическом мини-кластере работает Джо Кока со съемом покрытия тестов. Оно работает. Оно снимает покрытие тестов, которые бегут на кластере. Именно за счет того, что вот так вот используются технология мини-кластера. Опять же, слайды открыты. После выступления я могу ответить на такие нетривиальные может быть вопросы какие-то. здесь в других живем как еще поднимаются Solar. Мы им делаем поисковую систему индексы для своих данных. Hive для аналитических запросов по нашим данным. HBS прямо в той же вемке поднимается. Или для отработки, для трансляции данных в индексы Solar. Важно, что это все видите, мы все это можем сделать не выходя за десктоп. За один десктоп. Главное, когда вы будете делать стейджинг, поймите, что все сами вы не сделаете. Видите, мы довольно много чего делаем сами, но все равно не все. Мы на самом деле для стейджинга, для физического мы используем Клаудеру. Для вот этих вещей, видите, мы опираемся на готовые компоненты с тех ребят, которые сами разрабатывают Hadoop как фреймворк и HBase как фреймворк. Мы реюзаем их наработки очень много. Вот здесь вот то все готовое. Hive у нас настоящий, просто так чуть-чуть подперепакованный, чуть-чуть. Там автоматическая перепаковка идет. Это на самом деле мамоновские все артефакты. Оно собирается. То есть любой девелопер может взять мини-кластер, стащить его с гитар, собрать его и запустить. Или с Nexus как готовый артефакт. Все. Не делайте все сами. Кстати, физический стейджинг, скорее всего, вам все равно понадобится кластер. Вот все равно нужно. Ну и там мы используем Cloudera. Окей. Что поменяется в принципе у вас в тестовых стратегиях, когда вы пойдете на ходу? Раз. Старайтесь ходу из юнит-тестирования исключить. Делайте его на фазе интеграционного тестирования. В чем момент? Раз вам придется поднимать окружение, это время. Вот даже с мини-кластером это минимум 10 секунд. Или закидывать куда-то, или еще что-то. На юнит-тестах все-таки этого желательно не делать. Юнит-тесты должны делать свою работу быстро, каким-нибудь моком, минимальным. Должно быть все быстро. Постарайтесь слона до интеграционных тестов не будить. Вот слон должен бежать, начиная с интеграции. Все, что вы можете отлатить до бигдейта, отлатьте до бигдейта. Не поднимайте это все под окружением ходу. Там будут инфраструктурные проблемы, они будут размывать вам проблемы с вашим кодом. Вот там уже должны тестироваться вещи, там performance, еще что-то. А то, что можно протестировать без кластера, протестируйте без кластера. И если вы тестируете несколько программных продуктов, старайтесь не делать так, что одно тестовое окружение поднялось и несколько продуктов тестируется. Постарайтесь так, подняли окружение, отработал проект, разобрали окружение автоматически. Вот то, что я говорил про автоматические мини-кластера. Старайтесь так, from scratch, то, что называется, поставили, оттестировали, разобрали. Иначе у вас будут нахлесты. Одно окружение будет давать какие-то проблемы, они будут влиять вам на следующие ваши запуски на следующие продукты, вы потом не будете знать, откуда эта проблема вылезла. Видите, вот смотрите, ребята все сделали правильно, все классно. Я уверен, что буковки выровняют, только маленькая деталь. С планированием они сильно просчитались. Это, конечно, скорее всего, фейк. Я надеюсь, такого в жизни не существует. Ну, не знаю, так попалось. О чем я? О том, что лучше вы посмотрите, что делает архитектор, как QA, как тестеры, чем что делают разработчики. Когда у вас складывается архитектура, пинайте архитекторов, смотрите, что там делается. Разработчики, они реализуют то, что напланировали архитекторы. Ошибка, пропущенная в хабупе на этапе дизайна, распределения работы по кластеру, она гораздо дороже, чем если там какой-нибудь разработчик неправильно присвоит переменную. Это придется переделывать весь дизайн. Если вы прохлопаете это как QA, на уровне анализа архитектуры, ваши проблемы. Старайтесь анализировать сначала архитектуру. Понимаете, на десктопе это не так видно. На кластерах архитектура вылезает гораздо дороже. На порядке. Тестирование в продакшнете. Правда, звучит странно. А придется. Вот что бы вы не делали в продакшене, если вы ничего не проверяли, у вас будут проблемы. Варианты какие у вас есть? У вас есть варианты просто вот какие-то кусочки инфраструктурно продакшена. То есть, допустим, есть у вас база данных, у нее есть 10 таблиц. Создайте себе отдельно одну-две таблицы и вот на ней играйтесь. Так, чтобы у вас ваши тесты не повалили продакшен, продумайте ресурс менеджмент, как он будет разделять это все. И продумайте, конечно же, безопасность. Но на продакшене придется хотя бы иногда что-то проверять. Вот смиритесь с этим и более того, поймите, в продакшене будут файлы, инфраструктурные файлы. В продакшене будут косяки, связанные с администратором, не с вами, как раз с разработчиком. Вам придется с этим жить. Он ворнен. Все очень классно работало на стейджинге. На продакшене не работает. Продакшены обычно отличаются. Иногда сильно. Пакейдж менеджмент. Когда вы пакуете с Хадупом, там количество потенциальных проблем. JBoss отдыхает, например. То есть, вот эти сервера аппликаций. Почему? Причина очень простая. Во-первых, вы видели, сколько зверей в Хадупе? Каждый из них может быть пакован и у них есть конфликты. Кроме того, ваши аппликации. Кроме того, вы обычно там несколько проектов ведете, потом их начинаете пихать при размещении на кластер. Там тоже конфликты. Если вы не будете заранее продумывать пакейджинг, у вас будут проблемы. Причем здесь тоже верификаторам придется участвовать. Вы будете ловить девелоперов за неправильную упаковку. Будете? Что делать, чтобы немножко сделать все это легче? Ну, вот это типичная картинка для большинства организаций, в которых я видел Хадуп. Девочка на нее взваливает этого сломенька, типа, ты все сможешь. Маленькая табличка, откуда ноги растут. Это, опять же, по моему опыту. Самая большая проблема это то, что нормально QA не знают нормально Linux. Особенно Java QA, WebQA и так далее. Они не знают Linux как операционная система. Вот что угодно, если человека кидаете на Хадуп, стремитесь к тому, чтобы он хотя бы понимал, с чем он работал. Здесь это очень важно. Два. Верификаторы почему-то думают, что они могут тестировать на любом железе. Вот что не дай в руки, вот на нем можно тестировать, не будет. Туда кляча загнется под Хадупом. Я сказал, что у нас для девелоперов или тестировщиков, которые работают с Хадупом, есть жесткий минимум 16 гиг на десктопе. На кластере нода минимум обязана иметь 32 гига. Ничего не сделаешь, иначе кляча просто загнется. И третье. очень важно качество самого окружения и очень много проблем растут не из юнит или интеграционных тестов, не из вашего кода, а вне его. По убыванию приоритета. То есть линукс не знают, реально не знают. Клячу не выделяют, но меньше, там обычно можно договориться. Ну и просто ставьте в свой тест и ставьте прокондишенинг, то есть ставьте проверку. Действительно ли у вас там, допустим, создались вот эти данные, действительно ли они у вас попали в таблицу, вот вы готовили данные, действительно ли они удовлетворяют заданным условиям перед тестом, а потом только тестируйте. Действительно ли у вас правильно поднялось окружение? Метрики. Как можно немножко облегчить себе жизнь? QA. Кто знает о продукте Санакьюб? Можно поднять руки? Ну, то есть достаточно, есть, есть, мало вообще, но есть. Очень рекомендую. В чем момент? Это сервис, на который можно, грубо говоря, отдать аналитику своего проекта мавеновского, ну, джава проекта, там какого-нибудь. Теоретически туда можно все что угодно, там и даже сейчас-то и поддерживается. Так вот, поддержка языков широкая, инфраструктура широкая, реально. Так вот, одна из его самых полезных вещей по проекту, он считает метрики. Сколько там комментариев, так грубо, сколько там линий кода, сколько линий кода покрыты тестами, если правильно настроить это на Санакьюб? Мы его очень активно пользуем, он бесплатный, если, конечно, вы не хотите коммерческой поддержки, но он очень сильно облегчает жизнь. Еще такая вещь, допустим, если вы меряете покрытие тестами, вы покрыли код, но не вы покрыли бренчи, очень важно, в Хадупе очень важно, потому что там очень много стратегий работы с одним и тем же кодом, не покрыли, ой, будет. Если у вас получается, что проект вырос в два раза, а, извините, количество комментариев осталось тем же самым, это тревожный сигнал. Ваши девелоперы забивают на документацию проект. Как QA вы должны просто глядеть на эти метрики и смотреть, что-то с этим продуктом не так. Вот включите это в цикл тестирования продукта, вообще анализ, что вообще это за проект, что вы берете на тестирование. Может, его и тестировать нельзя, но кошмарное. Там и так у вас будет куча флажков висеть, красных. Окей. Что мы делаем, когда мы хотим заработать денег? Мы куда-то вкладываем деньги обычно. Вот чтобы уменьшить усилие по верификации, вам придется приложить усилие. В двух направлениях. Девелопер придется строить юрязабельные компоненты в ходу, это очень важно в бигдете, это очень важно. Чем больше компонентов они зареюзают, тем меньше вам придется тестить. просто потому, что один и тот же компонент используется два раза. Все очень просто. А вам придется автоматизировать, потому что руками вы это все не потестите. Очень простой сценарий, реально, там ручками его конфигурировать, это несколько дней. Он пробегает в автоматическом тестировании у нас за минуту. Я там иногда не все понимаю, что у меня там бегает под тестированием. Оно автоматизировано, оно за 10 минут все проходит. Вот это два направления. Никакой магии. Все просто. Это наше решение. Ну, наверное, вот это основное время, которое мы потратим здесь, это обсуждение вот этого решения для автоматического тестирования. Что мы делаем? Вот сидит девелопер, он пишет свой код. У него есть гид. Он гоняет интеграционное тестирование, юнит-тестирование локально у себя за счет вот этого мини-кластера. Он бегает там, что-то коммитит в свою приватную ветку. Когда у него приватная ветка в готовности в какой-то, ну, несколько раз в день это бывает, может, это раз в несколько дней, в зависимости от дисциплины девелопера и так далее, от дисциплины команды, он подает свое текущее состояние кода на ревью. Ревьювер или сам он, или другой человек, но говорится, окей, этот код сейчас в хорошем состоянии, его можно попытаться отдать. Создается в гиде некая интеграционная ветвь, то есть он просто копирует свою ветвь, в которой он работает, в интеграционную, кидает на публичный гид-репозиторий, там сидит continuous integration environment. В нашем случае на сегодняшний день это TeamCity, но мы двигаемся в сторону Дженкинса. Так вот, ну потому что мы уже выросли из TeamCity, как говорится, из комьюнити, а оплатить нам что-то получается слишком дорого. Все очень просто. И мы сканируем вот эти вот ветви, которые интеграционные, по шаблону, втаскиваем их локально, интеграционная среда втаскивает их, локально смерживает с мастером, то есть вот мастер гид-овый. Мы его берем, прицепляем к нему работу этого девайлопера, получаем как бы то, что потом будет результатом его работы, прогоняем его через интеграционное юнит-тестирование. Это все автоматически. Девайлопер сделал только одно движение — забержить. И смотрим, если все прошло, то тогда мы это отдаем назад в репозиторий. Все. В репозитории мастер с изменениями, которые сделал девелопер. Девелопер ничего кроме одной команды не отдавал. Любые изменения, которые пришли в main trunk, все проверены. Это не значит, что они совсем определенный уровень безопасности мы таким образом обеспечиваем. Если это все прошло, опять же, continuous integration видит, что в мастер пришли новые изменения. автоматически. Никто никаких кнопочек не нажимает. Он опять проходит юниты интеграционно. Ну, теперь-то он знает, он ничего никуда не пушает. Это уже смерженная ветвь, то есть ветвь уже финальная. Просто на всякий случай. Вдруг упадет, ну, это будет видно, то есть это двойная проверка. Если все хорошо, вот SonaQ получает метрики проекта, она анализирует проект на качество, что там с кодом, какого качества там код, нет ли там каких-то критичных косяков. SonaQ такое умеет. И мы отдаем на Nexus. Слушайте, что народ в другом потоке закончил, 36 минут, еще 10 минут. И в конце концов на Nexus лежит готовый артефакт. Все автоматически. Все просто. Слайн будет доступен, это можно сделать на Jenkins'е, это можно сделать на TeamCity, на чем угодно. Главная сама идея. То есть каждый комит валидируется автоматически. Где останавливаться? Ну, не получится у вас остановиться. Вот где вот заканчивать, наворачивать окружение тестирования? Да не получится. Окей. Что делать с качеством, когда мы растем? Вам всегда будут говорить, что Hadoop это унифицированное окружение, кластер должен быть состоять из одинаковых компьютеров и так далее. Вы такое видели на практике? Вот вы сначала берете, просто на десктопе виртуалками накидываете, напихиваете эту виртуалку, чтобы просто попробовать. Потом вы начинаете десктопом формовать кластер. Потом вы начинаете вот этими четырех нодовыми составными решениями формировать. Потом еще что-то. Вы постоянно будете туда докидывать вот эти кластера железа. Вы не будете его перестраивать с самого начала на какой-то момент. Вы не будете выкидывать. Вы не сможете покупать все время один и тот же хардвер. Хардвер у вас будет в кластере разномастный. Смиритесь с тем, что унифицированных вот этих вот решений на практике не существует. Кто бы вам что-нибудь говорит? Вы не сможете под каждое изменение каждый год покупать новый кластер. Может быть в начале, потом не сможете. Бюджета не хватит. Хитрость в чем, что у вас с самого начала будут вот эта вот разномастность кластеров и вам придется это в тестовых стратегиях учитывать. У вас будет какой-то стейджинг, у вас будет девелопмент кластера и вам придется и на продакшен рассчитывать. В самих тестах, в самих, в самом коде должна быть заложена какой-то расчет на конфигурацию, на размер и в тестовых процедурах тоже на размер кластера. То есть, допустим, в тестах на интеграцию у девелопера надо создавать только там две таблицы. Вот здесь вот там она должна иметь другой объем. Может, другой объем данных надо тестировать в зависимости от размера кластера. То есть, продумайте эту стратегию. Насчет перформанса. Все очень просто, но по факту. Смотрите, процессор, память, винт и сеть. Сеть у вас позднее всех догонят, с ней проблемы будут позже всех, но когда они уже к вам придут, так просто сеть не перестроишь. Вы не сможете каждую ноду взять и всю сетевуху поменять, все кабеля и так далее. Вот если у вас настала проблема с сетью, вы видите по тестам, то это не так легко лечится. Процессор увидеть легче всего и заменить, если честно, легче всего относительно. Память надо просто планировать, окей, ну следите за ней. Но память, проблема в том, что съедят всегда, Java память любит. С винтами по-хорошему, если у вас хоть как-то продумана стратегия построения окружений, нужен винт, купите. Вот с памятью надо просто планировать, с винтами обычно этих проблем нету, честно. Я не знаю, может у кого-то очень большие какие-то массивы данных, никогда не было. это проблему. Самое легко виден процессор. Тяжелее всего приходится спамить, потому что ее вечно не хватает. С винтом проблем обычно нет. С сетью, если проблемы будут, это плохо совсем. Соответственно, за вот этими четырьмя зверями надо в тестах следить. То есть постоянно делайте замеры, не просто смотрите, отработал, а не отработал, а что творилось в это время с кластером. Да, придется тестировать по-другому, просто пасет, фейл, это уже не критерий. Тестировать придется постоянно. У верификаторов должен быть доступ на продакшн. Они должны видеть, как работает продакшн-кластер. А вдруг у него что-то начинает косячить. Понимаете, тесты не падают сразу. Они начинают постепенно проседать по факту. Метрики надо смотреть у проекта постоянно, и нагрузочные метрики тоже. И если вы видите что-то неизвестное, что вы не смогли объяснить, вам нельзя это откладывать. И когда оно у вас уже достанет, этому может быть очень большая проблема. Смотрите это сразу. Всего два слайда насчет вещей, которые вы не сможете легко побороть. Я не знаю, что делать. Может, буду знать через несколько лет. Раз. Когда у вас начинает не хватать тех четырех ресурсов, кого-то из них, никогда не получалось сделать расследование автоматически. Это всегда начинается людская работа. Бутылочные горлышки. Никогда не получалось. И два. Вот эти вот кнопки вечно, швабры, грабли, разбросанные под ногами администраторами, они всегда будут. То есть operations issues. Всегда. Будут ноды лететь, будет провайдер выключать, не знаю, перетыкать не так кабеля, а уборщица будет приходить с пылесосом вытыкать сервер из розетки и втыкать туда пылесос, еще что-то. Просто учтите, что это прикол, который нас преследует всегда в жизни. Просто учтите это в стратегиях. Проверяйте, прокондишенинг спасает немножко. Но я же говорю, это гэп. В принципе, я не знаю в общем случае, что с этим сделать. Итого. У нас еще по идее 8 минут на вопросы. Коля говорил, что я не уложусь. Вопросы. Этот. Так. Возможно, они не уложены, потому что на каждой кольне засворачивалась новая следа, кластер, можно проверка. Да. И если прошло, все остальные верификации, только после этого социального конечно. Только так. Идея в чем, что в мастер непроверенный код не попадает. Хитрость вот того Automation Testing кластер, который я показывал, что они иногда разворачиваются и работают несколько на одной машине. Они сидят на динамических портах. Это только вопрос ресурсов того сервера, который производит проверку. Когда Continuous Integration работает, это обычно многосервенная среда. Реакция системы 10-15 минут. Еще вопросы? Так вот здесь можно все полностью сделать. То есть поднялось окружение, все, под окружением вы можете все, что угодно делать. Вы можете функционалку какую-то сделать, вы можете нагрузку померить. Потом вы Sonar отдадите метрики, Sonar скажет вам, что делается. То есть не вопрос, еще вопросы. Да? Только я вас практически не слышу. Почему Hadoop? Ну, во-первых, это инфраструктура, которая очень быстро растет. Очень быстро. Когда мы ее выбирали, она посмотрите посмотрите на наш стек. Стек очень простой. Вот сколько будет это все стоить при любой другой инфраструктуре? Так, чтобы оно в одну инфраструктуру вошло. То есть аналоги его. Что вместо Hadoop? Это можно, например, началось все с H-base. можно взять Hewlett-Packard Vertica. Но дорого. Согласны, да? Дорого, реально дорого. Он бесплатный. У нас продакшен и она постоянная, никто ее не разворачивает. Да, это Клаудера. Так, я что-то не понимаю или у нас со временем что-то? У нас вроде как 50 минут, я вроде нормально все укладываюсь. Так, ну давайте так, сворачиваемся, если у кого есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ